Здравствуйте! В эфире Православная Красногория. 28 августа Православная Церковь будет вспоминать Успение Божьей Матери. Почему этот день называется праздником, и как его правильно встречать, и в чем значимость этого дня, мы поговорим сегодня с гостем студии, священником Павлом Островским. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Вы много лет служили в главном храме нашего города, Успенском храме города Красногорска. Для вас это особо значимый праздник. Вот расскажите про данное событие. Когда Христос был распят и висел на кресте, то сказал апостолу Яну Богослову, указывая на Матерь Божию, на свою мать, это твоя мать, а ей сказал, указывая на Яну Богослову, что это твой сын. И Ян Богослов взял Божью Матерь к себе в дом, за ней смотрел, она наставляла апостолов, была по-настоящему матерью для новоначальной церкви, рассказывала о Христе, показывала личный пример. И, конечно, для любого настоящего христианина, который стремится любить ближних, а любовь – это отвержение себя ради ближнего, конечно, для них вот этот момент, когда наконец-то Божья Матерь опять встретилась с своим сыном, вот так вот воочию, это был праздник. Для самих апостолов и для верующих христиан это была скорбь, потому что печали разлучались с Божьей Матерью, но для нее самой это было настоящее, конечно, торжество и радость. Поэтому мы радуемся вместе с Божьей Матерью, что она достойно, пронеся свой тяжелейший крестный путь жизненный, она встретилась со крестом. Ну и само торжество, конечно, это было необычное, смерть Божьей Матери, как пишут очевидцы, она именно как уснула, вот, явился сам Христос и на глазах у всех взял ее душу, вот, и вознес на небо. И такая вот радость, конечно, для христиан, мы столько всего у Матери Божьей просим, столько помощи, и, конечно, не можем не радоваться, в этот день за нее. Отец Павел, получается, несколько так, к церкви отношения бывают, что это что-то такое средневековое, не всегда понятное, при этом день смерти называется другим словом успение, и называется еще и праздником. В чему возникает такое? Само слово смерти просто сегодня приобрело такой негативный оттенок, что вот прям что-то ужасное и тому подобное, но я даже не буду говорить про средневековье, даже не буду говорить про христианство. Хорошо было бы посмотреть нам на вообще, вот, доисторическую культуру нашего человечества, посмотрите, что вот так, так называемые вот такие, как многие ученые считают, тупые, значит, непросвещенные еще, да, и, значит, не до конца эволюционировавшиеся люди строили мегалиты, громадные храмы, громадные святилища, огромные гробницы, причем очень многие эти строения сделаны такими технологиями, которые нам сегодня, современному человеку, неизвестны. Но не это, на самом деле, самое важное. Для нас, современного человека, удивительно, что сохранились только именно святилища, сохранились храмы и гробницы, но нету никаких, вот, ну, наверное, почти нет, может быть, есть какие-то единичные, обычных строений, не сохранились жилища самих людей. Люди и правда жили в пещерах, в землянках, в каких-то хижинах, а вот для Бога строилось что-то такое гигантское. Может кому-то показаться, потому что люди, вот, значит, был страх, были такие тупенькие, вот, поэтому, чтобы, вот, из страха, значит, перед смертью, они что-то такое делали. Но это совершенно не так. Это сегодня есть страх смерти, и страх смерти заставляет людей об этом не думать. Люди живут так, как будто никогда не умрут. А в древности люди были гораздо более сознательные. И человек чувствовал, что произошел разрыв отношений с Богом, понимал, что после смерти люди верили в это, что будет встреча с Богом. Поэтому вот смерть, это был некий переходный момент, и поэтому к Богу храмы строились, и гробницы были такие же, вот, такие большие, и такие красиво украшены, потому что это был какой-то, ну, радостный момент. И человека, собственно, мы знаем огромное количество захоронений, когда человека в эмирональной позе хоронили, да, в позе родившегося ребенка. Для людей это был символ новой жизни. И на очень многих курганах стоят менгиры. Менгир, это такой был большой камень, причем он наклонен в сторону точки восхода солнца 25 декабря, тоже символ зарождения. Для древнего человека смысл жизни не заключался здесь, на Земле, поэтому человек так не стремился особо к комфорту, хотя определенными, очень серьезными знаниями владел об этом мире, потому что, как я уже сказал, технологии, которые применялись при строительстве тех же самых пирамид, это нам сегодня неизвестно. Просто человек все это делал ради цели, которые находятся за пределами земной жизни, которые вот нами видимо. А сегодня все наоборот. Религиозность угасает. Для него смерть – это конец его смысла жизни, потому что люди считают, что главный смысл жизни – это комфорт, удобство. И поэтому то, что лишает его, разлучается этим комфортным удобством – это что-то такое страшное, неприятное. И поэтому человек смерти боится и считает, что это что-то такое плохое. Но для религиозного человека, который по-настоящему искренне верит в Бога, живет по его заповедям, а уж тем более для христианина, когда мы верим, что Христос просто смертью смерть попрал, что смерть – это ты не в шоу идешь, не в ад, а тебе Господь ждет. Понятно, что это радостное событие. Поэтому не только Божья Матерь, день смерти ее мы вспоминаем, но и у нас Дни памяти святых – это тоже не день рождения их, а именно день смерти. День, когда они наконец-то встретились с тем, с тем, с большой буквы, к кому они всю свою жизнь стремились. И для православного христианина смерть – это очень важный момент в жизни. Я именно говорю в жизни, потому что мы верим в вечную жизнь. Ответственный, которому нужно, безусловно, готовиться. Но не к самому моменту смерти, потому что это миг. Раз – и уже все. И ты уже дальше живешь. А так как смерть – некий такой рубеж, где заканчивается свободная воля, здесь ты можешь свободно, без какого-либо давления, так скажем, в Бога поверить, в Бога полюбить, то там ты перед Богом предстаешь. Уже как таковой свободы нет. Ты уже не можешь взять и без какого-либо давления сам это определить. Поэтому, конечно, после смерти невозможно изменение жизни, невозможно этот выбор сделать. Поэтому Господь для этого и дал нам жизнь здесь, чтобы мы, созерцая грех, созерцая очевидную тьму, могли сознательно сами от этой тьмы уйти и пойти к свету. Ну и смерть – это как бы финишная точка, конкретно в этом отрезке пути. То есть смерть – это, как вы говорите, не последняя точка в жизни человека. Конечно. Просто нет смысла тогда жить, то, как мы сегодня живем, если мы считаем, что смерть – это точка. Потому что если смерть – это точка, тогда не очень понятны такие вещи, как ответственность, нравственность, потому что все это религиозные понятия. А религия означает воссоединение, воссоединение с Творцом, с разумом, с Богом, с Аллахом, с Всевышним. Неважно, как люди по-разному это называли. Но если религии нету, то есть если нету Творца, человек в это не верит, не с кем воссоединяться, то есть смерть – это правда точка, тогда зачем исполнять все то, что является религиозным? Это некая дикость. Потому что зависть – это плохо, потому что Господь всеведущий знает, что ты завидуешь, но внешне это никто не видит. Плохо, когда ты смотришь, вот ты будучи женатым, идет какая-нибудь девушка по улице, ты на нее засматриваешься, о чем ты там думаешь. С точки зрения христианина православного, это плохо. А с точки зрения, если религии нету, жена об этом не знает, я ее люблю, ну и посмотрел, и посмотрел. Тогда надо жить как животные. Ну пусть высшие животные. Мы можем комфорт, удобство, но тогда и правда только ешь, пей, веселись, ну завтра же ты умрешь. Нет смысла, нет никакого смысла быть нравственным, нет никакого смысла быть ответственным, потому что ты и правда завтра можешь умереть. Единственное, по сути, чего мы прямо вот так не знаем точно, это когда мы умрем. Это икс. Икс. Неизвестно. Соответственно, ты вот там статус в обществе, стараешься быть там красивым. Зачем? Представь, если ты завтра умрешь. Иди там, упейся, убейся, накурись, наколись. Ну, это на самом деле, это я, конечно, так утрированно говорю, но эту мысль высказал апостол Павел. Если Христос не воскрес, тогда вера наша тщетна. Тогда давайте будем есть, пить и веселиться, потому что мы завтра умрем. Это хотя бы логично. Поэтому животные, которые не религиозные, а душа животных смертна, об этом сказано во всех религиозных текстах, поэтому они не религиозные. Поэтому, когда жила, значит, сучка Маша и кобель Полкан, и они друг друга, может быть, даже и любили, и там рожали щенков, то есть какие-то определенные, да, животные такие инстинкты у них были, и вполне себе даже, очень даже хорошие, положительные. Но когда кобель Полкан помер, то Машка не пошла рыть яму ему, да, и закапывать его, и ставить сверху косточку, потому что нет никакого загробной жизни. И Полкан лежит и воняет, а ей, в принципе, все равно. Нет религиозной жизни. А сколько мы знаем вообще людей, вот сколько мы вообще знаем, люди друг друга хоронят. и явно не потому, что запах. Можно было отлично просто выкинуть куда-нибудь там, не знаю, в яму, в реку, там, нет, именно хоронят. Не важно как, сжигали, закапывали, да, хоронят. Это говорит о религиозности человека, о том, что человек верил в загробную жизнь. Это, кстати, разрушает тот самый миф о том, что человек буквально в полной мере произошел от обезьяны. Потому что, возможно, Господь и брал некую составляющую, да, какого-то животного, в которого в него дунул свое сознание, дыхание жизни. И этим человек отличается от обезьяны. Не тем, что у нас там мозг чуть больше и тому подобное. А тем, что у нас сознание есть. У нас есть общение с совершенно иным знанием, с разумом, в высшем раз, с Богом. Это означает сознание. Поэтому для верующего человека встреча, наконец-то, с тем высшим знанием, с высшим разумом, с премудростью, как мы говорим, да, премудростью Божией, с источником любви, с источником радости, источником всякого утешения. Страшна не смерть. Страшно, что ты после смерти окажешься не с ним. Что ты, потакаясь все-таки своим страстям, грехам, умираешь здесь. Мы боимся другой смерти. Верующие люди боятся смерти духовной. Когда ты спокойно бываешь, бывает, живешь, и ты здоровый, и прыщей на лице нет, однако завидуешь, злобный, осуждаешь, блудишь, колдуешь, ленишься, ненавидишь, ругаешься, не чтишь родителей. Вот она смерть. Вот она настоящая смерть. Вот с ней христиане борются. То есть, в чем заключается тогда подготовка к смерти для христиан? Да ни в чем. К самой смерти мы никак не готовимся. Мы готовимся к встрече со Христом. Как мы можем готовиться к смерти, к какому-то мигу, который мы никогда не наступим? Мы не к смерти готовимся, мы о ней помним. К этому призывает нас церковь. Известны слова святоотеческие «Помни час смерти, вовек не согрешишь». Ну или в книге, если не ошибаюсь, «Премудрости Сираха», это книга из Библии, если кто не знает, там написано «Когда начинаешь что-либо делать, вспомни о конце». То есть, мы всегда должны помнить, что в любой момент мы можем предстать перед уже Всевышними. И, соответственно, в каких-то так скажем, наших чисто житейских вещах, когда какая-то неудача большая, не надо слишком сильно скорбеть. Или если очень большой успех, не надо слишком сильно радоваться. Все в любой момент может закончиться. И какая-то есть у тебя радость материальным будет выше всего, то как-то несколько странно. Ведь представьте себе человека, который выиграл 10 миллионов долларов. Радость? Радость? Вроде сразу столько кругозор. Можно и это купить, и дачу построить, и квартиру отремонтировать. Столько всего. Но представьте, если этому человеку скажут, дорогой Кирилл Петрович, мы вас, конечно, поздравляем, что выиграли 10 миллионов долларов, но вы сегодня вечером умрете. У вас утром выиграли, а вечером вы уже умрете. Будет ли этот человек тратить деньги, что-то покупать на Яндекс.Маркете? Будет? Не будет. Он, возможно, в целом, когда будет свои дела сдавать, он может, конечно, как-то там, ну, может и напишет завещание, чтобы потом не ругались, но он проведет время с семьей, с детьми, позвонит папе и маме, выйдет, подышит свежим воздухом. Вот что к памяту смерти. Есть у нас один человек в нашей жизни, это Лазарь, праведный Лазарь четверодневный, который провел четыре дня в аду, и Господь его после этого воскресил. И было множество очевидцев, почему, собственно, Христа и встретил Иерусалим, после этого чуда весь город вышел навстречу, весь город Иерусалим, столица. Люди были поражены воскресением человека, который не просто же умер, а он уже смердел. То есть он уже разлагался. Так вот, интересна жизнь Лазаря после вот этих четырех дней, которые он провел в загробном мире. Он жил без эмоций. Он ничему никогда особо не радовался и никогда ничему особо не расстраивался. И был очень молчаливым человеком. Он был епископом, он был, естественно, христианином, был епископом в какой-то своей области и был очень-очень спокоен. Из равновесия почти ничего не выводило. человек посмотрел, один человек всего лишь такой был, заглянул, что было там. Наверное, это тоже не случайно, что Господь оставляет нам этот пример. Надо нам, соответственно, ему пользоваться. Говорит, отличие православной церкви от многих других религий в том, что четкого представления, что такое рай, его нет. это правда? У нас нет четкого представления о том, что такое рай. Дело все в том, что христианам никогда это не нужно было, потому что наша вера, она получает уверение здесь. Нам не нужно умирать, чтобы встретиться с Богом. Это глобальное, самое важное отличие христианства от всех остальных верований. Причем, я говорю, в данном случае именно православное христианство. католики частично от этого в ересь ушли, а протестанты-то вообще уже просто мимо. Мы в таинстве причастия буквально в полной мере соединяемся с Богом уже. Соответственно, все то положительное, а там только положительное, что человек, который причаивается не в осуждение, получает от таинства в христии, если это все просто усилить и умножить, вот он рай. Вот оно общение человеческой души с божественным разумом, с абсолютом. И любой человек, который когда-либо причащался не ради того, чтобы стать крестным или там решил повенчаться или просто какая-то бабка там сказала, а который сознательно живет в церковленной жизни, он может в принципе себе, исходя из своего личного опыта, представить, насколько будет хорошо в раю. Вот это состояние такой непонятно-необъяснимой радости, которая переполняет человека. И не зря очень часто мы встречаем от православных христиан, которые только что причастились, которые говорят, да сейчас и умереть не страшно. Потому что Бог не имеет в себе смерти. Бог – это источник жизни. Он источник и жизни, и бессмертия. Поэтому, когда человек с ним соединяется, хоть человек и смертен, он все равно так наполнен этой жизнью бессмертием, он этим проникается, и поэтому он об этом говорит. Как сказал сам Христос, от избытка сердца говорят уста человека. Причем, заметьте, что это не фанатизм. Это не то, чтобы человек говорит, я сейчас за Христа пойду там, значит, валить этих мусульман из ИГИЛ, террористов. Нет, не об этом речь идет. Наоборот, это очень спокойная, тихая радость, любовь. То есть, к сожалению, просто, что мы не очень долго эту радость удерживаем, и потом опять суета, наша душа начинает опять от грехов томиться, и начинает опять умирать. И опять мы приходим, потом прибегаем к источнику жизни. А здесь говорят, что все равно, когда человек умирает, первые дни самые, там, 40, считается, самые важные, там, проходит человек к митарству, мы могли бы более подробно рассказать, что вообще происходит с душой в первое время после смерти. Вот как раз по этому поводу твердого и четкого учения у церкви нету, потому что вот такие технические вещи, как, значит, вот, конкретно что там прям происходит, это невозможно нехватить догмат вывести, потому что нету ни личного опыта, да, ни у кого, и, соответственно, Господь нам почти по этому поводу ничего не открывал. Учитывая, что Господь сам после смерти, значит, после своего воскресения на 40-й день вознесся на небо, соответственно, церковь учит, что на 40-й день душа отправляется на суд, где определяется ее временная участь, временная участь. Тело человека не воскресло еще. Временная участь, где он будет или в раю, в предвечном блаженстве, да, или в аду, в предвечной муке. Соответственно, что такое вот это предвечное блаженство, ну, или предвечная мука, рай и ад. Это место или блаженство душ, или скорбное место для душ грешников. это еще не окончательный, скажем, суд. Страшный суд, о котором мы читаем в Священном Писании, будет сразу после второго происшествия спасителя. Всеобщее воскресение людей и, соответственно, суд. Вот после этого появляются такие, тогда вот после страшного суда, после второго происшествия, будет тогда царство Божие и гиеногненное, которое по-другому называется вечная мука или вечная жизнь. вот уже в теле. А до этого есть только рай и ад. Почему мы, кстати, и молимся за усопших, которые даже, возможно, созерцая их жизнь, понимаем, что жили они не очень хорошо, молимся и имеем надежду, что какими-то своими молитвами, подвигом, добрыми делами мы изменим их участь. Поэтому молимся, потому что еще мы здесь, имея свободную волю, можем изменить их участь там. Они уже не могут, а мы можем. Вот что мы знаем, что на 40-й день соответственно, определяется участь человека временная. Ну и также из предания святых отцов мы знаем, что человеку показывается как рай до этого времени, так и ад. Соответственно, праведник радуется тому, чего он избежал, а грешник ужасается того, чего он лишился. И понятно, что в любом случае душа в этот момент трепещет, и поэтому она требует молитвенной поддержки. Сам Господь говорил друг друга тягато носите, и тогда исполните закон Христов. Сказано также, что молитесь друг за друга, вот мы и молимся, и поддерживаем усопших. То есть то, что во многих книгах печатается в плане возможной доводчисти души, это и является лишь таким домостом людей. В смысле возможно? Мытарство, что человек проходит. Ну, то, что просто в самом понятии мытарства, да, ну, есть известные предания мытарства Боложины Феодоры. Есть еще другие какие-то сказания. Мы этого точно не знаем. В тех случаях, когда мы точно не знаем, мы ничего сказать не можем. Понятно, что определенное судилище будет. как оно будет происходить в виде каких-то там мытарств или как-то еще. Мы этого просто не знаем. Поэтому акцентировать нужно внимание наше не на страхе того, как вот я, значит, там мытарства не пройду, а о том, что они просто не нужны будут. Если ты во всех грехах, которые ты помнишь, сознаешь, ты искренне раскаешься, Богу принесешь покаяние, то, вспоминая слова Спасителя, приходящего ко мне не прогоняю, ну, и слава Богу. Но если фокусировать внимание на вот страхе, что, значит, вот, смотри, там, и тому подобное, очень часто люди впадают в отчаяние и говорят, ну, меня Бог не простит, и тому подобное. Впадает в еще более тяжкий грех, когда на Бога наговаривают, на абсолютной любви, что он, дескать, может не простить. Отец Павел, вот у каждого праздника церковной есть свои какие-то традиции, вот у праздника успения какие вот такие особенности, которые его отличаются от других торжеств церковных? Так как это успение Божьей Матери, то вместо иконы в центре храма лежит площадница, то есть изображение гроба Божьей Матери, соответственно, ну, есть две традиции, совершается чин погребения и два варианта, или чин погребения, чин погребения совершаются накануне праздника, ну, то есть в канун, получается, это будет завтра вечером, вот, в четверг вечером, или в некоторых храмах чин погребения совершается уже, то есть вот праздник успения 28-го, а 28-го вечера совершается чин погребение. Соответственно, в чин погребении читаются погребальные псалмы, погребальные молитвы и совершаются крестные ход вокруг храма, храма площадницы несут, соответственно, это вот такое, так скажем, необычность богослужения, вот, это вот особенности. Многие люди, надо задать вопросом, зачем из года в год праздновать одни и те же праздники церковные, что могли бы ответить по этому поводу? Дело все в том, что жизнь человека, хоть у нас здесь она временная, но мы все равно с одной стороны могли бы, конечно, все запоминать, но мы ничего не запоминаем. Вот Михаил Дванецкий очень хорошую фразу сказал. Фраза такая, хорошо вы, батюшка, сказали год назад. Вот примерно так и происходит. Ты что-то сказал человеку, ему эта фраза понравилась, ничего он, собственно, не сделал, а через год он тебе говорит, хорошо вы тогда сказали. Какой смысл от этого? Поэтому вот этот круглогодичный календарь, он нам постоянно напоминает, нам, забывчивым людям, напоминает о всех этих событиях, дает возможность еще раз порадоваться, вспомнить об этом или поскорбить. Это замечательно, потому что, если бы это совершалось раз в году, сколько было великих деяний и событий в истории, как скорбных, так и не скорбных. Пройдет 50 лет, кто вспомнит о Холокосте? Почти никто не вспомнит. Уже последние ветераны умирают, уже мои внуки о Второй мировой войне будут примерно думать так же, как я думал о войне 1812 года. Была страшная война, а о нас уже она как-то забылась. Что мы помним о Куликовской битве, что мы о ней знаем, что мы помним о различных известных деятелях, культуре, политических и тому подобное. Все забылось. А так как для христианина духовная жизнь является самой жизнью, то нам это постоянно напоминает. Постоянно мы в этом участвуем. А учитывая еще самое важное, то что загробный мир находится в вечности, то есть вне временном пространстве, то получается мы реально участвуем в этом празднике. Мы живем во времени, у нас каждый год, а там это один раз происходит. Знаете, это как сравнить можно с ромашкой. Вот вечность – это ее цветочек желтенький, а время – это белые лепесточки. Вот там это одно, а у нас это много. Вот сказали в своем одном из ответов, что нужно иметь память смертную, чтобы никогда не грешить. Но с другой стороны, очень многие люди боятся смерти как таковой, и большинство примет направлено на то, чтобы, не дай бог, там не было никакой смертей у людей. Время отчинное отпевание, погребение, люди всячески вставляют какие-то приметы, закрывают окна, стекла, все прочее. Как вот суметь сохранить с одной стороны память смертную, а с другой стороны, объяснить людям, что не нужно ее бояться, этой смерти? Страх смерти – это большая победа нечистой силы над человеком. Боятся люди того, что никогда не заметят. Это, конечно, большая победа, ничего не скажешь. Поздравить я с этим сатану никак не могу, но признаю. Смерть – это миг. Никогда не заметишь. И поэтому то, что люди так как-то страшатся и тому подобное, причем, что самое интересное, что смерть в любом случае наступит. То есть в любом случае наступит то, что ты даже не сможешь заметить. Ты просто поймешь, что это постфактум. Ага, а я уже умер. Чего боялся? Чего же не готовился-то? В этом обман. То, что люди боятся того, что не заметят. И не боятся того, кого точно увидят. И поэтому, конечно, дьявол вовсю этот страх в людях развивает. И человечество еще, конечно, дьяволу тоже помогает. Все эти фильмы про смерть, ужасные страдания, фильмы ужасов, конечно, только этот страх еще более делают таким ощутимым. Ну и другой момент лжи, другая победа дьявола. Умер человек. Вот нет бы молиться за него. У него сейчас один из самых тяжелых периодов в жизни. Он встречается с Творцом. Он ужасается ада. Он видит рай. Он трепещет в преддверии временного вот этого суда. Нет бы за него помолиться. Нет бы какие-нибудь добрые дела сделать его память. И чтобы те люди в благодарность также молились за усопшего. Нет. Начинается вот этот хаос. Окна там что-то закрыть, страх там что-то. Там что-то руки помыть. Пусть там вот эти поминки. Сами знаете, еще на поминках там половина напьется. Потом начинается дележка имущества. Все что угодно делает дьявол, лишь бы люди не проявляли любовь к умершему. Тоже победа. Тем более, когда люди думают, что вот то, что мы посидим за столом, повспоминаем об нашем усопшем, что ему от этого будет какая-то польза, но это странно. Он уже разлучился с этим миром. И когда вот как хорошо, что был с нами Кирилл Петрович. Вспомни. Ой, а помните, как он? Это люди вспоминают свои приятные моменты жизни. Они опять же думают о себе. А душа Кирилла Петровича уже давно в невидимом мире, в загробном мире, где только вечность, где только добродетели и только страсти. Соответственно, хорошо было в этот момент потратить свои силы, чтобы помочь душе усопшего. В этом и заключается любовь, что она своего не ищет. Любовь всегда подвиг. Поэтому в момент, когда даже пусть все скорбят, а ты вот отойдешь в сторону, встанешь перед иконочками, почитаешь Псалтирь, это правда подвиг. Но его нужно творить. К этому нас призывает церковь. То есть те приметы переворачивают, табуреток нельзя исполнить? Безусловно, нельзя. Это все суеверие, это грех, суеверие и, конечно, следствие страха. Человек, сам апостол Иоанн Богослов, любим ученик Христа, прямо говорит, любовь, страха не имеет. Если человек живет в Богообщении, он серьезный христианин, он причащается, соединяется с Богом, получается, он имеет Богообщение посредством таинства покаяния. Какой там страх? Какие там табуретки? Это страшно. Даже вообще представить, что такое в жизни у человека может быть. Уже ужасное нравственное падение, когда человек настолько суеверен. Но, с другой стороны, даже продолжавшую мысль, говорит апостолом Богослов в апокалипсии, что боязливые Царство Божие не наследуют. То есть, те, кто боятся, чего бы то ни было. Дело все в том, что вот я помню, когда у нас родился первый ребенок, мы ничего не знали, но мы трудились. И любые, я думаю, родители нормальные, тоже, когда у них рождался первый ребенок, они трудились. Они искали всякие пути, там, как лучше сделать, там, были какие-то ошибки, но это была настоящая борьба. И никакого страха, вот то, что мы там ребенка не поднимем, не было. Был страх причинить вред какой-то ребенку, но вот страха, что вот, ой, как же так, мы там не сможем накормить, этого не было. И так же духовная жизнь. Это как вот это рождение. Если человек боится вести духовную жизнь, это просто его, ну, его, получается, дьявол откровенно обманывает. Не надо ничего бояться. Духовная жизнь от слова дух. Жизнь с Духом Святым, с Богом, Господь всегда поможет. Он найдет людей. Он как преодолеть тот страх, который есть у человека. Надо всегда начинать с исповеди. Если даже человек боится идти на исповедь, надо просто прийти и поговорить со священником. Я понимаю, что, да, священники тоже разные. Бывает, там, батюшка скажет, времени нет. Но у нас сегодня не советские времена, когда там 200 священников на весь РСФСР. Сегодня много священников. Найдите священника, который уделит вам время, который спокойно вам объяснит, что у вас прошел хотя бы страх вот такой чистый вот коммуникаций, что вот как это там, вдруг батюшка начнет есть мне руку, там, да, вот, или бить меня дубиной. Ничего этого нет. Ну, если нет времени его найти. В смысле, нет времени человека найти? Найти священника. Вы говорите, найдите священника, который вас лучше поймет. Он там пойдет в пять храмов, в пяти храмах его не примут. В шестой надо идти. Это, вы поймите правильно, вот человек заболел, у него сильно болит нога. приходит, участковый говорит, да, анальгин. Второму врачу приходит, анальгин. Третий врач говорит, анальгин. Понимаешь, что не проходит. Ну, что, иди начни водку пить теперь, что ли? Нет, идешь и ищешь дальше. Что же делать-то? Ну, я не думаю, что ты придешь пять священников, и пять священников тебя, значит, ну, выражаясь таким слангом, отошьют. Я не думаю, что это так будет. Скажут, идите книги почитать, потом приедете. Я не думаю, что так все священники так все это скажут. Здесь тоже все-таки нам не надо наговаривать, потому что ли на священный сад. Обычно можно договориться на какое-то время определенное. Это же не вопрос прямо вот так жизни и смерти, чтобы вот прямо договориться на удобное время для священника, для этого человека, спокойно встретиться, поговорить, не бояться задавать вопросы. Не надо никогда показаться дураком или дурой. Но если есть какие-то вопросы, так спрашивайте, люди думают, такие вопросы глупые. Федор Михайлович Достоевский прямо говорил, дурак, который признал, что дурак, уже не дурак. Но если я в чем-то не понимаю, я же спрашиваю врача, я не считаю себя специалистом в медицине, поэтому считаю, что нужно спрашивать специалиста. И мне приходится доверять специалисту. Да, бывает такое, что врачи ошибаются. Но есть же Бог. Бог и правда человека, который ищет, Господь помогает. А когда не ищешь, когда приходит человек и говорит, батюшка, у меня вот только, я вот работаю шесть дней в неделю, у меня это выходной, вот могу только вечером там на 15 минут, давайте встретимся, поговорим о жизни. Ну, если ты так относишься к своей духовной жизни, ну, хорошо, я не отказываю людям, мы даже все равно встречаемся. Но видно, что с таким подходом изначально, ну, что тебе получится? Ну, может человек со временем поменяется, благодаря одной... Со временем? Слово время очень лукавое. Об этом апостол Павел говорил, дни лукавые. Потому что время, со временем, это и там 50 лет. Или там 5 секунд. Все это и то, и другое время. Поэтому, конечно, может поменяться. Я, только здесь уже ни при чем. Поэтому, когда люди приходят и у них реальные вопросы духовной жизни, ну, бывает такое, что, конечно, есть священники, но их горы очень так мало, все-таки, это меньшинство, которые вот так от себя людей отвергают. Чаще всего просто надо договориться на священника. Есть какие-то дни, когда он просто принимает. Можно вечером прийти, когда священник исповедует в будний день, когда у него тоже время много. Всегда, ну, все же понятно, было бы желание. Было бы желание. А как это желание приобрести? Честность. Для начала, начало вообще любого такого духовного подвига это честность. Надо честно посмотреть на себя, какой ты есть. Вот дома сесть, не перед зеркалом, просто даже за столом, и подумать. Верю ли я в Бога? Если человек никогда особо ничем не интересовался, он должен честно написать. Не верю. Люблю ли я людей? Не люблю. Хочу ли я делать добрые дела? Внутри честно смотрят? В принципе, хочу. Делаю? Не делаю. Есть у меня какая-то надежда на будущее? Надежды нет. Ну, то есть все как-то пустота, в реальности скучно в итоге. Человек должен сначала честно на себя посмотреть. Когда посмотрит, увидит тогда проблемы. Когда поставлены будут проблемы, тогда он поймет, что надо что-то решать. Тогда появится желание решить эти проблемы. А пока человек себя обманывает, то есть нечестный, пока он себя обманывает, ну, а как он эти проблемы решит? Он себя обманывает. Ну, как тогда честность приобрести? Что для этого необходимо? Честность есть у каждого. Не все ей пользуются. Конечно. Честность – это банальное следствие нашего разума. Сел дома, и ты же не в милиции, свидетелей нет. И просто без всяких домысливаний, в лучшую, худшую сторону, без каких-то утопических надежд или отчаяния, просто сухо записал, как вот что есть. И чего тебе реально хочется. Вот есть вот так вот, а хочется вот так вот. Что для этого нужно сделать? Вот есть, получается, православие, то есть Христос, который дает выход. Он говорит, я есть путь истины и жизни. Я вам дам правильный путь, вы найдете истину и будете по-настоящему жить. Стоит попробовать. Хотя бы просто попробовать, а там посмотрим. Некоторые не ходят в храм, говорят, что святости никогда не достигнешь, в заповеди Евангелие не исполнишь, поэтому какой-то смысл вообще приходить в храм. Что можно ответить на такое заявление? Святость уже есть у каждого человека. Святость – это состояние Бога, которое внутренне неприятие всякого зла. То есть Богу, так как Он свят, Ему любой грех неприятен. Каждый человек, который имеет душу, сотворенную по образу Божию, внутри себя он может увидеть святость. Когда ты что-либо делаешь, а тебе неприятно от того, что ты это сделал. Это и есть начатки этой святости. Соответственно, святой человек, который не остался на этом дне, а это реализовывал. И вот это неприятие греха усиливал, естественно, с помощью Бога. У нас есть таинство, которое в этом по-настоящему помогает. Христос прямо говорит, без меня не можете сделать ничего в этом вопросе. И вот они эту святость, свойство души усиливали, и в итоге человек становился святым. Вообще церковь, она святая, в ней или святые, или стремящиеся к святости. Тот, кто по-настоящему не стремится к святости, не имеет желания искорнять себе грех, не имеет желания очищать свою душу, он вне церкви. Вне церкви. Поэтому святость не надо искать. Она уже есть. Поэтому верующие христиане называются в церкви святыми. Не по тому принципу, как у нас крику святых причисляют. Какие-то преподобные, блаженные, святители, благоверные князья или апостолы. Нет, святые, потому что ты имеешь общение с источником святости, с Богом. Соответственно, от Бога ты освящаешься, и пока ты стремишься к Творцу, к святости, ты член святой церкви. Если ты этого не делаешь, пусть у тебя борода и толстая пузо, или большой длинный черный платок и черная юбка, и очень благочестивая рожа, но ты все равно, если ты к святости не стремишься, ты лицемер. Лицемер, и Христос прямо говорил, горе вам, книжники Фрисии, лицемеры, которые подобны гробам красивым, снаружи красивые, а внутри кости смердящие. Вот как Господь относится к тем людям, которые внешне что-то пытаются делать, а в реальности к святости не стремятся. Отец Павел, завершение осталось буквально несколько минут до конца эфира. Не могли бы поздравить наших телезрителей с наступающим праздником Успения Божьей Матери? Хочу поздравить всех телезрителей с праздником Успения Божьей Матери, а также хотелось бы пожелать всем учащимся, потому что у нас начинается учебный год, день знаний, друзья мои, грызите камень науки, я его тоже грыз, я тоже мучился, но на самом деле, сотворив этот подвиг, получив знания, потом в жизни это очень вам обязательно поможет. Помните, что образование от слова «образ», от слова «образ Божий», если знания есть у человека, а в душе ничего нету, то, как говорил апостол Павел, знания надмевает, делает человека плохим. Поэтому старайтесь приобретать знания не только светские, не только внешне и житейские, но и знания духовные. Помоги вам всем Господь. Спасибо, отец Павел, что в наше время прийти к нам в студию. На этом наша программа подошла к концу. До новых встреч. Да хранит вас Господь.